добрый день дорогие друзья сегодня давайте поговорим с вами о непростом заряде аккумуляторов и б очень многие сталкиваются с такой проблемой как поднятие плотности в этих батареях и давайте попробуем разобраться вот на примере вот этой вот этой батарейки 1119 выпуск батарейка в неплохом состоянии так давайте заглянем внутрь батарейка не умотанная и вот такие параметры она выдала 78 процентов по суху 592 ампера пусковой nrc 1272 сопротивление 466 заявлено на этой батарейки 670 65 ампер часов батареи так что касаемо плотности плотность 123 он давайте посмотрим 123 и при всем при этом мы эту плотность ставим условно потому как нам нужно долить немножко воды в воду я доливаю перед началом обслуживания вот когда батарея в таком состоянии она не разряженная ну не критично будем так говорить разряженная нужно закрыть вот камера не не сможет передать вот глядь ёперный театр нужно закрыть вот эту перемычку продольная перемычка она должна быть вот там язычок торчит он должен быть прикрыт водичкой сейчас я залью воду и я ориентируюсь в принципе на крайнюю банк на крайние банки крайние банки как правило приходится доливать чуть побольше либо плюсовая либо минусовая они обсыхают гораздо быстрее ну по уровню у нас батарейки батарейка обсуха это равномерно то есть уровень во всех банках одинаков поэтому мы сейчас водичку зальем прикроем чтобы она перемычка была прикрыта водичкой и по этому количеству сориентируемся по литражу этой банки и будем заливать столько же во все банки то есть заливать нужно равномерно кто смотрит кто нарвался на мой канал впервые кто не знаком с моими роликами напоминаю что я пользуюсь только вот такой водой вы врать это не реклама друзья я ничего не рекламирую я видал рекламу но если хотите добиться каких-то успехов в нашей работе нужно пользоваться именно хорошими продуктами oil right на сегодняшний день я лучше воды мы пока не нашел я брал разных производителей и везде есть какая-то примесь у меня прибор который ppm измеряет и вот именно в этой воде все по нулям то есть вода идеально чистая и она как раз подходит для того чтобы нам слегка поднять уровень и ладно пиздеть больше не буду пока сейчас долью водички и продолжим значит вернее начнем работу с этой батареи далее буквально по 15 миллилитров каждую баночку прикрыл перемычку что на что стоит обратить особое внимание дело в том что при разряде при разряде уровень электролита уменьшается при заряде уровень электролита увеличивается поэтому нужно смотреть по плотности изначально исходя из этого делать доливку и если бы если долить чуть больше водички то она электро вернее электролит после полного заряда подкрадется к пробкам и пробочки у нас будут свереть мокреть и появятся не могут появиться неприятности на клеммах именно на клеммах через полюсная вода будет небольшой отток электролита хотя в принципе она кажется что все плотно но когда будет большой уровень крема будут закисать так ну чё у нас все вам пилочки практически забиты а вот как раз как раз просили показать как я работаю на пятьдесят пятом выпили ну давайте будем сегодня работать на 50 на двух пятерочках так прикрываем пробочки и закидываем в зарядный бокс так ну-ка подвиньтесь блядь новый пассажир у вас так подключаем в импелок в импелок после ремонта немножко у меня как вам сказать пиздит нет не пиздит обманывает по напряжению и нет потоку вроде все нормально так ну по напряжению он слегка завышает вот сейчас я поставил показывает 12 6 но на деле на деле нам на батарейки 12 с половиной учеба гнали настроечки профиль один так 65 батарея ток выставляем так ну три и два давайте 33 оставим это примерно 5 процентов напряжение 17 вольт все включаем зарядник на первом алгоритме работаем и постараемся эту батарею зарядить вернее поднять плотность за один прогон но посмотрим как она себя поведет если она долго ездила в таком состоянии приехал клиент ко мне поэтому пиздеж опять прекращаю друзья прошло буквально 8 минут и как видим батарейка легко и просто долетела до 16 и 8 вольт прошу прощения по поводу того что сказал что выпил на и и будет по напряжению он на и будет потоку мы выставили ток 33 на 01 видим 33 до а он на самом деле выдает 34 по показателям вот такой небольшой на и бон а по напряжению у нас все ровно давайте посмотрим так вот так вот 16 8 на аппарате и да что ты не хватает когда я себе уже экшен камеру выбираю кто скажет не заниматься вот этой так что 16 76 только что мерил 16 78 короче было но вот метри короче показывает все показывают правильно также показывает правильно второй 55 так что не переживайте итак начало работы у нас ровно в 12 часов здоровье у батарейки отличная легко и просто разогналась до нос 16 8 ну что постараемся поднять плотность блять не хочу опять предрекать предполагать давайте будем посмотреть по факту привезли еще одного клиента шестнадцатого года кайнар пока еще показатели не снимал мы посмотрим что с этой батарейка и начну также с ней работал друзья ровно через полчаса пошло снижение напряжения как видим и она пытается уже 16 вернее минут через 15 через 20 наверное упало напряжение до 16 7 были люди просто поэтому не подключил запись и поэтому мы сделаем небольшой подпорчик вот будем поддерживать 16 и 8 так и с половиной мало гляда что ты 6 так мало сделаем еще один подпорчик будем подпирать током чтобы поддерживать 16 8 3 7 тоже мало 3 8 не хочет на 16 8 выходить делаем еще один подпор 3 9 не хотите вот так вот 4 ампера дело в том что сейчас у нас пошло перемешивание электролита с той водичкой давайте заглянем внутрь и посмотрим на процесс кипения батарея начала активно кипеть у нас так я не помню говорю не говорю я так батарея у нас 19 года батарейки 3 года уже 11 19 начинал начался активный процесс кипения и потихонечку постараемся подпирать в течение где-то часа может полтора будем держать 16 8 и потом потом с которым дальше все по мере движения будем снимать это дело так мои друзья давайте немножко уделим внимание вот этой батарейки как бы между прочим между прочим что касаемо вот этой батарейки вот такие показатели 23 по суху 0 заряда 256 пусковой напряжение 1078 сопротивление 1075 индикатор был зеленого цвета что нам дает предположение что батарея наша замкнутая 16 год и так все банки не буду вам показывают но во всех банках 126 127 плотность здесь вот даже 130 видать в эту батарейку кто-то пизданого электролиту но суть дела неважно и вот эта баночка в наших четвертая мы видим отсутствие плотности полная отсутствие плотности то есть плотно здесь один 15 то выбрать 15 118 118 при всех показателях в других банках 126 в одной банке 130 126 127 короче вот здесь пишем место плотности кэзэ все батарейка под списание и не стоит с ней ковыряться тратить время не стоит возиться них у меня вы не добьетесь ребят многие там пишут вот в одной банке нету плотности все выкидывайте не парьте мозги не себе не людям нахуй эта батарейка уходит в навоз вот для интереса кидаем индикатор сюда и вот так вот видим что судя даже по индикатору батарейка мертвая ну как-то так сейчас перезвоню клиенту скажу пусть забирает свой хлам и увозит его на сдачу прошло 50 минут после начала работы с этой батареи нос опять у нас опустился до 16 7 вот так как у нас батарея 65 но при условии того что батарейки три года будем считать что часть своих параметров это батарейка уже растерял то есть емкостью в этой батареи уже явно не 65 ампер как заявлено производителем в среднем батареи теряют от 6 до 12 процентов должны терять в год но после в основном потеря этих параметров идет по нарастающим по нарастающей с возрастом то есть а если первый год батарея практически ничего не теряет во второй год она набирает 45 процентов третий год набирает 67 процентов потери и последующие года до 12 процентов потеря идет потеря параметра но среднем батарея у нас потерял грубо давайте 10 процентов то есть не 65 а 60 процентов то есть исходя из этого ток мы вычисляем следующим образом ну семь восемь процентов допустимо поднятия для зарядного тока для увеличения зарядного напряжения вернее моза поэтому 6 742 ну давайте поднимем еще уборить на парочку деление 4 1 вот 4 2 ампера но с 16 7 у нас на данный момент 4 2 ампера в принципе можно еще на точку поднять одну и с такими настройками будем работать либо до того момента пока нам выпил не подскажешь что заряд окончен как на данном устройстве отключаем его либо до снижения напряжение до 16 с половиной вольт еще что хотелось сказать по поводу того что многие пишут там блять кипятильники ты устраиваешь что за хуйня друзья со мной параметры ты не давайте батареи нагреваться как видим как видим батарейка у нас холодная и еще по поводу сделали мне замечание что могу ты когда меришь на наклейке одни показания пирометра а на корпусе другие нет друзья что на наклейке что на корпусе показания будут однохуйственные а показания меняются по мере продвижения по банкам то есть банки у нас могут прогреваться с возрастом неравномерно 13 с половиной вот здесь 13 12 8 даже банка меньше греется 3 баночка так что 12 8 4 баночка 12 8 5 уже 13 и 6 13 8 вот крайние баночки у нас нагревается больше но это друзья это выработка от этого никуда не деться поэтому подлавливать вот меня не надо что блять ты неправильно меряешь даже пирометром или там ариометром вот эти подлавливатели подъебщики идите нахуй честно говорю просто достали своими комментариями вовите на какой-то хуйне тяжелее рюмки и хуя в руках не держали ничего пытаются чему-то где-то посоветовать и чему-то научить так что ребята проходите мимо самые умные ролики записываю для своих подписчиков они для тех кто случайно залетел и тут же начал раздавать какие-то советы прошло 2 часа 15 минут напряжение упало до 16 с половиной вольт отдано 9 ампер заряд окончен нам сигнализирует вымпел 55 отключаем его так смотрим на температуру температура слегка выросла 20 градусов грубо говоря так теперь давайте замерим плотность плотность у нас 1 23 с половиной почти 124 но мы не забываем о том что мы немножко электролит разбавили изначально было 123 электролит был слегка разбавлен и вот на сейчас 12 ну почти 24 теперь отключаем клеммочки крокодилы и даем батареи отстояться пару часиков 2 часа даем батарейки постоять поиграть инертному заряду или инерционному как удобно а добрый день там батарейки пару часиков отстояться давайте накидываем крокодильчик смотрим нрц 13 и 1 с теми настройками которые которые у нас остались продолжим работу сегодня сделаем еще один цикл в конце еще подключусь и так друзья через час тридцать наш вымпел отказался работать с фишкой вернее он не отказывается работать просто он предупреждает что не художество лежит давайте его отключим откинем крокодильчики и даем батарейки отстояться а вот у меня еще два сюрприза привезли это как их назвать любители покислей или любители кисленького тоже нахерачили электролит чувак тоже решил заняться аккумуляторным бизнесом смотрите кто обслуживал батарея никто никто не обслуживал и у гандош или пробки но я смотрел жидкость там какую-то жидкость рассмотрел блять электролит лил минута молчания блять ну да лил все понятно вот этот реактор тоже показатели сами видите здесь показатели чуть получше ну тоже хреновым дедуля тоже и кстати но видать спину заливали с дуру него все банки электролита две баночки отсутствует потность в четырех на херачи на разным уровнем разной плотности ну что ж будем выгребать попробовать вернее выгребать их оттуда так но на сегодня работка машин потихонечку близ близится к завершению наточу еще цепочку одну и на лыжи до дома друзья как обычно батарейка простояла 16 часов блин так охота сказать доброе утро страна блять простояла 16 часов и сегодняшний день мы начнем с замера параметров то есть это нам позволить просмотреть динамику нашей работы в начале плотность параметры по тестеру так что касаемо от батареи и и батареи мне нравятся они крепкие но подвержены стратификации почему вчера я начал работу вернее почему я вчера раскатал губу что за день возможно получится с этой батареи поработать первую очередь потому что батарея показала себя разряженный я не увидел что батарейка разряжена батарейка отстоялась она стоялась почти сутки перед тем как попасть ко мне и вот у нее были такие показатели мрц 12 из 2 ну и 78 посоха сейчас у нас 88 процентов посоха 630 ампер мы видим пусковой ток и и 1298 после 16 часового отстоя то есть мы видим еще не удаленную стратификацию то есть мое подозрение насчет того что нам нужно было просто удалить стратификацию и объемах наша работа выполнена она немножко как не совпало наши ожидания с реальностью человек предполагает а бог располагает как говорится скорее всего эта батарейка она работала длительное время в недозаряде может в разряде ну скорее всего накопленный недозаряд машинку я еще не видел с машинки мы еще поработаем бог даст так ну а теперь давайте посмотрим нашу плотность которую нам удалось выбить с этой батареи так уверенный 125 уверенных 125 и продолжим поработать работать будем также на выпили 55 сейчас немножко перебьем настроечки так подберем немножко ток на 3 2 ампера вот так вот вы ставим 17 вольт по-прежнему погнали наши городских так ну и между делом давайте посмотрим вот у меня клиенты здесь стоят на результаты работы с ними вот давайте вот эту партию пробьем по плотности они так прибыли в один день с этой батарейкой поэтому давайте глянем что у нас здесь так плотность было 123 также 125 следующий у нас червонный экземпляр красничий здесь у нас 126 126 а нет это батарейка с этой батарейкой я уже третий день гуркаюсь и батарейка либо вот с такими показателями показателями всем этот окончик у нас был стоял на машинёшке давайте попробуйте угадать почему вот батарейка такая чистенькая если наблюдательные аккумуляторчики они сразу определяют на каком типе стоит вот такой аккумулятор на каком типе автомобилей и почему он такой изумительно чистый батарейка батарейка была с плотностью 1,22 этот чувачок подъезжал ко мне ранней весной такая плотность была я ему сказал привези батарейку поработаем но сегодня какой 17 19 октября и вот она позавчера только добралась приехал еще летом видимо ожидал что плотность вырастет и вот с такой плотностью он гонялся с ней вот за два дня удалось с нее выковатить 1,26 она уже 1,27 я думаю что с этой эту батарею я сегодня до вечера отдам это вчерашний наш экземпляр так реактор с реактором работу я заканчиваю реактор 18 так 17 года плотность 1,27 с половиной достаточно сегодня эту батарейку я тоже отдам но этот у нас перелитый так еще один у нас окончик давайте посмотрим что с ним так здесь плотность была на момент принятия 1,24 но маленький уровень значит уровень был добавлен и соответственно плотность была тоже добавлена 19 года батарейка и у нас плотность плотность 1,24 но она прибыла попозже в нашей Е и Бишке да 1,24 поэтому сегодня мы с ней еще прям удохаемся так это новый наш кайнарчик сегодня его тоже заберут ну что давайте посмотрим что там за это время вот он набрал на 3 и 2 амперах 16,4 идет заряд так времени прошло 4 минутки ну что продолжаем работу посмотрим что у нас из всего этого сегодня получится еще сделаем небольшое отступление вот эти батарейки я сегодня буду отдавать сегодня буду забирать вот этот тубор который я не уважаю 1,28 это результаты моей работы так 1,15 была плотность на момент принятия так здесь 1,22 была плотность на тюменке 1,29 плотность так это у нас было обслуживание доливка водички плотность была на момент принятия 1,27 сейчас плотность 1,28 батарея была обысохшая так здесь у нас вот такой экземпляр тирекс кстати ноу-хау от моего подписчика от Виктора из Троицка Виктор тебе салам если смотришь этот ролик и огромное спасибо за наколку вот такие как я раньше не догадался делать вот такие пробочки с пистонов с пиздонов это пистоны от девятка десятка ну короче от Самары на крышку багажника плотность 1,28 провел то же обслуживание с этой батарейкой я работал был сожжен корпус корпус заправил и сделал клемму клемма была отгоревшая вернее полюсной вывод также у нас вот такая была коляска с этим аккумулятором батарейки на батарейке было 4,5 вольта сейчас батарейка выдает почти 100% по этому и плотность 1,30 1,30 заводская плотность так и у нас один блять ведмедь один ведмедь который тоже пришел мертвый вот с такими показателями сейчас у него плотность 1,27 и показатели условно рабочей батареи то есть до минус 15 эта батарея крутить будет но была такая договоренность с клиентом что особых подвигов от этой батареи мы ждать не будем но клиента это все устроило так ну вот еще один экземпляр приехал с которым я начну сегодня работать сегодня так вот это вот пара пара замечательная с виду но не замечательная по фактору дело в том что как видим на камазе стоят абсолютно разные батареи и коляска с одной просадкой просаженной батареей с другой перезаряженной она будет продолжаться пока пара не будет подобрана более тщательно так ну ладно отступление завершаем и ждем следующего этапа нашей записи друзья прошло буквально 2 часа 8 минут зарядное отключил были люди просто делаю на автомате не не всегда получается зафиксировать это на видеозапись так давайте замерим плотность плотность 1,25 уверенных так и стоит дадим батарейке пару часиков стояться и продолжим работать 4 часа до отстой батарейки вот у нас еще прибавка к жалованию появилась так давайте замерим плотность после отстой что нам дает отстой так 1,25 с половинкой так и получается что когда спрашивают сколько времени займет работа с батареей хрен его знает как я могу сказать вот я думал что с этой батарейкой проблем не будет судя по показателям думал она выглядит с одного прогона да не тут то было ребята итак у нас 13,1 и давайте мотаем эту батарейку дальше так 3,9 давайте 4 ампера сразу выставим и пусть она выкручивает эту плотность до необходимых нам значений ну что продолжаем дальнейшую работу через час 30 или по-другому полтора часа нам мэпилок опять сказал все достаточно работать не хочу заряжать тоже так ну давайте посмотрим что у нас плотностью отключаем зарядник что у нас с плотностью так ну 1,25 с половинкой плотность очень туго растет очень плохо но это это друзья это и и по всей видимости очень долго ездили вот на батарее в таком состоянии пластины расположены расположились в стекло стекло матах и поэтому перемешивание идет у нас туговато это вот основная болячка этих батареек при всем при том что батарея еще раз повторюсь их позиционирует как на автомобиле с возможностью старт-стоп но я бы не стал их в таком режиме использовать все-таки старт-стоп это удел аккумуляторов АДЖМ так ну что сейчас еще поработаю с полчасика на сегодня с этой батареей мы заканчиваем работу дадим ей отстояться до завтра придется еще и завтра скорее всего по всей видимости поработать осталось несколько мне батареек на сегодня так же добить и буду вставать на лыжи херачить до дома 17 часов как обычно пролетают незаметно и вернемся к нашему пациенту остальных пациентов проверил пульс давления и приготовил к выписке сегодня сейчас буду обзванивать сегодня чтобы забрали слабое сердце опять сегодня навезут ну посмотрим так начнем с плотности видим уверенные 1.26 и наверное давайте замерим динамику по параметрам замерим тестером наш конек так это у нас 670 670 ну как видим сегодня уже 94 после вчерашней работы у нас вернее перед началом вчерашней работы было 88 насколько мне не изменяет память сегодня мы видим 94 процентика на ЕФБ это говорит о том что пластины потихонечку очищаются и начинают работать в полной полном объеме и по всей плоскости так ну что давайте продолжим наш хуй веретень так подключаем НРЦ 12.9 бля буду не пижу так и скинем до 3.7 начнем с 5 процентов посмотрим как будет разгоняться на 5 процентах чтобы у нас был запас для подпора для подпорчика что продолжим проводку 2 часа 40 минут проработали и у нас подпором 4.1 ампера напряжение упало до 16 с половиной вольт давайте замерим плотность плотность 1.20 1.26 1.26 с половиной примерно так отключаем зарядное устройство снимаем крокодильчик и даем батарейке отстояться 3 часа с копейками батарейка опять отстоялась у нас давайте посмотрим что у нас с жирностью так уже примерно 1.20 вот так 1.27 примерно 1.27 говорила мама не лезь с сигаретой в зарядный бокс все равно лезут пока как говорится жареный петух не пизданет 1.20 так что включаем с теми же настроечками а нет давайте уберем немножечко зарядный ток на 3.7 чтобы у нас было был резерв для подпора 3.8 все погнали наших городских продолжаем вот нашу работу вот у нас еще два медведя залезли в нашу берлогу кормим их медочком с подпором до 4.3 ампера проработали полтора часа и вымпел предупреждает что ЭДС у нас выровнялась и желательно прекратить нам заряд отключаем зарядник отключаем крокодил даем батарейке отстояться давайте замерим плотность 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 1.26 с половиной 1.26 с ебучей половиной ахамуха так время без 15 5 давайте полчасика дадим ей отстояться и с часов еще сегодня проведем с ней заряд чтобы завтра я уже отдал батарею батарейка холодная таким и пираметр сейчас найду ну там пираметр 29 градусов 30 в пределах нормы батарейка слегка теплая батарейка слегка теплая здесь у нас то же самое 30 так что там медведь у нас заодно посмотрим что у медведей вот блять тоже ебала такая вот эти медведи такая ебала ладненько давайте отстоимся чуток да отстояться батареи блять 50 минут почти давайте замерим еще раз плотность вот за 50 минут друзья плотность 127 127 127 полочка которой нам не хватало меряем в одной банке во всех банках я проверяю вы не переживайте эти хиперы или хайперы как вас блять что я долбоеб и мерю по одной банке по одной банке я мерю для роликов имейте это ввиду так включаем еще часочек мы с батареей сегодня поработаю до конца рабочего дня сейчас 20 минут 6 25 минут 6 до 25 минут 7 батарея будет на заряде и завершение ролика я сниму завтра утром больше сегодня подключения не будет завтра по приезду сделаем замер тестером замер плотности и набираем клиенту отдаем ее в надежные очень надежные руки будем надеяться на это как обычно таким клиентам я говорю чтобы они обязательно подъехали но не таким я всем говорю абсолютно чтобы обследовать автомобиль на предмет зарядки и на предмет паразитки ну бывает паразитку нет я не забываю мерить клиенты забывают о том что я мерил и потом вот хуй знает когда им говоришь давай устраняй эту паразитку если через время приезжает да нет ты такого не говорил ну епта никак не говорил землю есть же не будешь что говорил ну вот как-то так так запиздился что-то давайте включаем и пусть на 4 и 3 3 ампера часок мы еще дадим жару этой батарейке и на сегодня все ну что друзья пока не включил вытяжку попробуем записать это окончание окончание этого ролика в тишине ну что прошло 16 часов давайте начнем замеру плотности плотности 1,28 после так вот прыгала в сторону уменьшения по мере прогрева плотность будет уменьшаться электролит становится пожижей и поэтому соответственно плотность будет ниже сейчас батарейка отстоялась остыла и плотность пришла в полную норму давайте сделаем замер тестера и будем звонить хозяину хозяину или владельцу так EFBI 670 93% вчера было 94 ну 93 сегодня процент туда сюда батарея выдает 647 NRC 12 98 сопротивление 4,26 ну будем считать что батарейка с учетом того что E3 года показала отличные скаковые результаты так ну что еще хочу напоследок сказать по поводу вот таких аккумуляторов сделанных по EFBI технологии ну стоит учитывать что эти батареи сделаны именно по такой технологии промежуточной между AGM и обычными кальциевыми аккумуляторами состав пластин здесь добавлено чуточку больше кальция поэтому они разгоняются на более высоких напряжениях так что еще двойной ресурс технология пункт но это технология подразумевает установку на автомобилях старт-стоп но здесь это такая спорная позиция я бы на такие автомобили такие батареи не устанавливал ресурс батареи большой но большой он увеличен только за счет именно стекловолконных сепараторов как бы сделанных конвертами в которых находятся пластины и благодаря этому они как бы не должны замыкать хотя сдуру можно и хрен сломать мне привозили буквально годовалые эвбишки которые были замкнутые которые были очень неплохо прожарены кстати одна батарейка стояла даже на митсубиси аутлендер вот этот полуджип и батарея была настолько прожаренная что ну буквально внутри все было спаяно просто ездила ездила машинешка с перезарядом так ну и что хочу сказать про вот такой заряд дело в том что сразу я рисанулся понтанулся что возможно эта батарея выгребет за один проход но ошибся эти батарейки по поводу немножко подробнее остановлюсь по поводу заряда именно этих батарей как он может проходить он может проходить легко и безболезненно в случае если батарея новая только с привавка и практически не эксплуатировалась допустим забыли выключить свет фар там или еще что-нибудь какой-нибудь дребедень подошли сели залезли в машинку попытались завести она не заводится батарея высаженная батарея поднимая можно поднять на 14 8 вольт 10 процентами легко вылазит но это поначалу в нашем случае батарейка 19 года так давайте по порядку это самый легкий случай более такой продолжительный случай когда придется разгонять это также к примеру годовавая батарейка резко просаженная поднимается легко но уже нужно поднимать высоким напряжением повышенным окончательным нозом будем так говорить догонять нужно до ноза также бывают случаи когда двухгодовавые батареи но они высажены за счет простоя батарейка полгода стоит также выходит на необходимые параметры одним прогоном но в нашем случае здесь застаревые сульфаты батарея ездила либо с недозарядом с хроническим либо вот это езда по городу на короткие расстояния то есть накопленный разряд и поэтому нам пришлось с этой батарейки повозиться блять ну звонят не вовремя ладно пока пусть звонят докончим ролик я перезвоню сейчас ну что в принципе практически все что я хотел сказать я сказал если есть какие-то вопросы пишите в комментариях постараюсь ответить на адекватные вопросы хочу хочу пожелать всем добра удачи не болейте и самое главное берегите свои батарейки всем пока спасибо Продолжение следует...